Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Жек Фреско. Проектирование будущего. Видение. Готовы ли вы строить будущее? Многие из нас чувствуют, что могут подготовиться к грядущим в обществе переменам, однако представления большинства людей о будущем сильно ограничены доминирующими сегодня взглядами и ценностями, которые, как ни что другое, далеки от правды, особенно в современном стремительно меняющемся мире. Новорожденный ребенок входит в этот мир, созданный не им. Каждое грядущее поколение наследует ценности, достижения, надежды, успехи и неудачи предыдущего. Оно также наследует результаты решений, принятых теми поколениями. Сотни тысяч лет человеческого существования, когда технологии были примитивны или не существовали вовсе, наложили некоторый отпечаток и на образ жизни человека, и на его среду обитания. Каждое поколение собирателей и охотников, а затем пахарей первопроходцев, передавало новым поколениям инструменты, помогавшие им выживать. Смена поколений происходила медленно и едва ли заметно. В те дни мало кто придавал значение науке и истинной природе вещей, а объяснения были ненаучны. В нынешнем высокотехнологичном мире все не так. Изменения, затрагивающие миллионы, может произойти в считанные секунды. Ребенок, рождающийся сегодня, наследует мир, разительно отличающийся от того, которое получило поколение его родителей, не говоря уже о том, который был столетия назад. Предыдущие поколения оставили наследие эксплуатации, оккупации, а также сомнительных достижений, приносящих современным людям как возможности, так и большие сложности. Применение научных принципов так или иначе отвечает за все достижения человечества, улучшающие нашу жизнь. Важные документы и декларации были изданы, давая права и привеликие членам общества. Но сердце человеческого развития или декрадации – это крепкие основы науки. Поколениям прошлого было не дано направить будущее гораздо дальше настоящего, и прогнозы будущего отстроились на ненаучной основе. Мудрецы и пророки представляли видение будущего, основанное на снах, галлюцинациях, религиозных обрядах, гаданиях на кроличьих лапках, хрустальных шарах и тому подобном. Некоторые из них сбывались, но благодаря скорее везению, чем какому-то доступу к сверхъестественным знаниям. Сейчас спутники, облетая Землю, посылают информацию за доли секунды обо всем, что затрагивает наша жизнь. Эта информация необходима нам для составления прогнозов погоды, создания географических карт местности, проведения геологических исследований, изучения человеческих поселений и контроля за процессами глобального потепления. Это впервые дало нам возможность наблюдать за здоровьем планеты, состояние которого многие ученые оценивают как неудовлетворительное, если не критическое. За один день триллионы бит научных данных быстро передаются через киберпространство со скоростью света, делая возможной высокотехнологичную цивилизацию. Пока физика и технологии безмолвно управляют множеством процессов, миллионы людей во всем мире по-прежнему практикуют псевдонаучный подход в планировании своего распорядка дня, обращаясь к предсказателям, провидцам и философам. Лидеры многих стран регулярно обращаются за советом к ясновидящим, медиумам и астрологам в принятии решений о судьбах миллионов людей. Казалось бы, зачем современному человеку полагаться на взгляды и мышления своих древних предков? Но тем не менее это происходит. Для примера, вооруженные конфликты между странами все еще происходят, в то время как есть разные способы урегулировать противоречия. Это выгодно лишь тем, кто зарабатывает на продаже вооружений. Сейчас это совершенно неприемлемо и опасно, потому что войны приводят к огромным человеческим потерям и наносят невосполнимый урон окружающей среде. Военные методы устареют, если мы взглянем на мир как на единую взаимосвязанную систему, в которой все люди – одна семья. Ускоряющиеся изменения в технологиях и управлении требуют нового мировоззрения и новых подходов. Сейчас они крайне необходимы и возможны, потому что наука развивается быстрее, чем когда-либо. Данный материал разработан, чтобы бросить вызов читателю в отношении будущего. Не только лично для себя, но и для всего общества в целом. Не только для вашего поколения, но и для всех последующих поколений. Это не только возможно с научной точки зрения, но и жизненно необходимо именно сейчас. Твой вызов. Будущее не наступает само собой. Исключая стихийное событие вроде землетрясений, оно приходит благодаря усилиям людей и определяется в основном тем, насколько хорошо они информированы. Ты можешь сыграть роль в формировании завтрашнего дня, задав себе вопросы «В каком мире мне хотелось бы жить? И что для меня значит демократия?». Существует множество вариантов организации будущего, помимо тех, которые обычно обсуждают сегодня. Вот себе сценарий для размышлений. Представь, что тебя призвали перестроить планетарную цивилизацию без каких-либо ограничений, существующих в современном мироустройстве. Цель – избавить мир от войн, бедности, голода и загрязнения окружающей среды. А также создать лучший мир для всех его жителей, обеспечив каждого ресурсами на максимально длительный срок. Помни, ты волен перестраивать общество любым способом, который по-твоему будет работать. Единственное ограничение – твой общественный эксперимент должен полагаться на реальной возможности планеты. Это означает, что ресурсов должно быть достаточно для поддержания жизни на Земле. Ты можешь перестроить всю цивилизацию, чтобы создать то, что ты посчитаешь лучшим из возможных миров, учитывая, что любая неудовлетворенная потребность для любого сегмента населения уменьшает уровень жизни для всех. Проектирование также включает в себя не только защиту окружающей среды, но и городское проектирование, транспортировку, межличностное отношение и реструктуризацию образования, если ты чувствуешь, что это необходимо. Выбор не ограничен. Будешь ли ты поддерживать самобытность наций? Будет ли у тебя международный консультативный совет? Как ты будешь управлять мировыми ресурсами и распределять их, чтобы удовлетворить потребности каждого? Будешь ли руководствоваться научным методом принятия решений или доверишься политике или мистицизму? Как поступишь с различиями в религиозных верованиях? Ты можешь даже внедрить другую систему распределения, которая не использует деньги в качестве средств обмена. На личностном уровне будешь ли ты добиваться превосходства над другими? Потребуешь ли ты себе больший дом, более роскошный автомобиль или телевизор с высоким разрешением? А чем обоснуешь то, что ты заслужил эти вещи? Или то, что другие их не заслужили? Уровнем своего мастерства? Твоими вложениями времени и или денег? Запомни, если ты пойдешь против устоявшегося набора ценностей других наций или некто против ценностей твоей нации или соседней, то это породит массовое недовольство. Как ты предотвратишь политическую коррупцию? Ты провозгласишь универсальные законы и договоры? Будешь использовать военные полицейские методы для принуждения? Объявишь все ресурсы общим достоянием всех наций? Чтобы справиться с этим заданием, нужно быть свободным от предрассудков, национализма и подавлять эти качества, разрабатывая подобную модель общества. Как ты этого достигнешь? Это трудный проект, требующий вклада многих дисциплин. Вот те проблемы, которые мы должны разрешить, рассуждая о подобной задаче. Это может быть совершенно новый подход, свободный от устаревших и традиционных соображений и религиозных взглядов. Но всегда имея в виду, для кого это общество создается. Не бойся выходить за рамки нынешних убеждений и предлагать новые творческие идеи. Глава первая. От прошлого к будущему. Небольшое вступление, прежде чем мы приступим к рассмотрению этого вопроса. Жизнь большинства мужчин и женщин омрачают проблемы, непосильная для них. Многое в нашей жизни происходят из-за событий, никак от нас не зависящих. Как неприятно было бы полагать, что все зависит от меня, на самом же деле большинство наших действий имеют весьма локальный характер. Как правило, люди винят во всем себя или судьбу. Однако, когда две машины сталкиваются на перекрестке, должны ли мы винить в этом водителей злой рог или же саму по себе транспортную систему, которая спроектирована так, что становится потенциально опасной для дорожного движения. Несем ли мы ответственность лично за столкновение с автомобилем? Или же это результат непродуманного проектирования? В 2005 году в США зарегистрировано 43 200 смертей, связанных с автомобильными авариями, плюс сотни тысяч ранений. Но посмотрим на другой способ перемещения людей из одного места в другое – лифт. Сколько человек было убито в столкновениях между лифтами? Эти машины обслуживают миллионы людей каждый день без единого происшествия благодаря своему разумному устройству. Могут ли транспортные шоссе быть организованы подобным образом? Если ты думаешь, что транспорт можно устроить так, чтобы для любого человека стало почти невозможным погибнуть или пораниться при столкновении, то эта книга для тебя. Если ты понимаешь, что научные исследования способны выяснить, как реструктурировать общество, чтобы представить каждой личности большие возможности для самореализации и раскрытия своего потенциала, тогда, возможно, ты оценишь данные идеи. Чтобы вынести максимум пользы из этих идей, ты должен совместить открытость разума со скептицизмом. Довольно трудно встать лицом к лицу с проблемами нашего времени, но еще сложнее понять фантастические и шокирующие перемены, которые могут произойти в будущем. Предположим, разумный человек в Нью-Йорке сотню лет тому назад сел одним вечером почитать книгу, предсказывающую жизнь век спустя. Он отказался бы поверить, что почти каждый в 2006 году будет способен управлять безлошадной повозкой, внчащейся на скорости 60 миль в час и более. Он скорее решит, что авторы сошли с ума. Он бы самодовольно ухмыльнулся над дурацкими предсказаниями о созданных человеком летающих машинах, путешествующих быстрее скорости звука. Мысли о мгновенной передаче изображений и звуков через весь мир, показалось бы невозможной человеку, жившему сотню лет назад. Он бы счел невероятным то, что война будет такой, когда одна маленькая бомба, направляемая в реальном времени из противоположного конца света, сможет уничтожить целый город с предельной точностью. Наш джентльмен начала двадцатого столетия встревожился бы от того, что часть его зарплаты будет удерживаться в счет пенсионного обеспечения. А теперь оставим нашего джентльмена, рассуждающего самого с собой о мире, мчащемся слишком быстро в будущее, которое зашло слишком далеко. Разве мы являемся более гибкими и дальновидными сегодня? Для строительства благополучного будущего мы должны прежде всего стать экспертами в изменении своего разума. Различия между девятнадцатым и двадцатым веком, скорее всего, покажутся незначительными, если мы сравним это с тем, что нас ждет в веке двадцать первым. Ты лучше поймешь эти идеи, если осознаешь, что настоящее – это ступенька между прошлым и будущим. Ты должен также быть внимательным к несправедливости, упущенным возможностям для счастья и разрушительным конфликтам, которыми характеризуется наша цивилизация двадцать первого столетия. У нас нет хрустального шара для того, чтобы увидеть, что же ждет нас в ближайшем будущем. Мы хотим, чтобы вы прониклись этими идеями и взглянули на эти вещи широко и открыто. Возможно, вы найдете дополнительные решения, которые смогут сыграть роль в формировании будущего нашей цивилизации. В остальной части книги мы исследуем незнакомые, волнующие, захватывающие и вполне реальные возможности для проектирования нашего будущего. Кризис, который должен быть рассмотрен. Одни думают, что с нашими технологиями мы могли бы устранить большинство общественных проблем. Разве современные технологии не могут производить необходимое количество пищи, одежды, жилья и прочих материальных благ для каждого, если использовать их разумно? Что мешает нам в достижении этого? Технологии мчатся вперед, но наше общество все еще прочно держится за концепции и методы, изобретенные многие столетия назад. Мы все еще имеем общество, основанное на дефиците и использовании денег. Мы все еще обладаем моделью мышления, основанной на старой структуре, использовавшейся в Западной Азии несколько тысяч лет назад. Мы пробуем приспособиться к быстрым достижениям в области технологий с устаревшими ценностями, которые перестают работать в современном мире. Из-за тех многочисленных преимуществ, которые корпорации получают благодаря чиновникам, обязанных им своими должностями, монополии приобретают значительный контроль. Убеждение, что я могу что-то изменить, все менее соответствует действительности. Небольшое число корпораций захватывают все больше и больше компаний. Одни и те же люди стоят на главенствующих должностях в самых разных фирмах, помимо своих собственных. Корпорации, располагающие авто- и авиазаводами, также могут контролировать пищевую промышленность, радио, телекомпании, издательство, фармацевтику, обрабатывающую промышленность и производство оружия. Крупнейшие банки, по сути, контролируют все кредитные карты в США. Доходы и влияние корпоративной элиты нельзя сравнить или сопоставить с доходами простых рабочих, благодаря которым они достигли таких высот. Со всеми этими СМИ, спонсируемыми и подчиненными крупным корпорациям, трудно сказать наверняка, стоит ли сегодня верить программам новостей. По многочисленным прогнозам ученых, человеческий вид стоит на пути, ведущему как о катастрофе, что вся экосистема Земли под ударом, и способность планеты поддерживать жизнь находится под большим вопросом. Существует угроза резкой перемены климата, которая приведет к чрезвычайным последствиям. Загрязнение рек, почвы и воздуха, которым мы дышим, вредит нашему здоровью. Мы уничтожаем невозобновляемые ресурсы, или, например, дёрный озоновый слой, вместо того, чтобы использовать ресурсы грамотно и безопасно для окружающей среды. Мы сталкиваемся с глобальными угрозами, выходящими за пределы государственных границ. Перенаселение, дефицит энергии, воды, экономическая катастрофа, распространение неизлечимых заболеваний и вытеснение человека машинами. Это ещё далеко не всё. 852 миллиона людей по всему миру голодают. Каждый день более чем 16 тысяч детей умирает от голода. Один ребёнок каждые 5 секунд. В мире более 1 миллиарда людей в настоящее время находятся ниже международной черты бедности. Они зарабатывают менее 1 доллара в день. Мизерный процент людей владеет почти всеми мировыми запасами ресурсов. Пропасть между богатыми и бедными увеличивается. В США, по данным на 2002 год, средний исполнительный директор получает в 282 раза больше, чем средний рабочий. В 2005 году зарплаты исполнительных директоров, ведущих корпораций США, возросли на 12%, что составило 9,8 миллиона долларов в год. Исполнительные директора нефтяных компаний даже превзошли этот результат. Их зарплаты выросли на 109% и достигли 16,6 миллиона в год. Между тем, зарплаты рабочих в большинстве сфер и отраслей удерживаются на одном уровне с инфляцией. В Орегоне рабочие с минимальным окладом труда получили повышение на какие-то 2,8%, получая в итоге 15 080 долларов в год. Не похоже, чтобы то, что нам официально объявляют, соответствует действительности. Думая о прогрессии в науке и технологиях за последние 200 лет, вы можете задать себе вопрос «Разве всё должно быть вот так?». Учитывая очевидный факт, что научные знания делают нашу жизнь лучше, когда применяются с целью обеспечить благополучие и экологическую безопасность, без сомнений, наука и технологии могут создавать изобилие, чтобы никто не был обделён. Но неправильное применение и злоупотребление технологиями, кажется, очень сильно ухудшает наше положение. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, по большей части – дело наших собственных рук. Мы должны признать, что наше будущее зависит от нас. Пока одни ценности, представляемые религиозными деятелями, на протяжении веков вдохновляли многих на моральное, ответственное поведение, другие приводили к войнам на почьи различий в религиозных взглядах. Надежда на божественное вмешательство мифических персонажей – заблуждение, которое не решит проблема нашего современного мира. Будущее мира – это наша ответственность, и оно зависит от решений, которые мы принимаем здесь и сейчас. Наше спасение или проклятие – мы сами. То, как будет выглядеть наше будущее, зависит целиком и полностью от совместных усилий людей, работающих плечом к плечу. Все мы – единая нить паутины жизни. Все, что оказывает влияние на других людей и окружающую среду, отражается и на нашей собственной жизни. Нам необходимо изменение понимания о направлении и целях развития, альтернативный взгляд на жизнеспособную мировую цивилизацию, каких еще не было. И хотя этот взгляд представлен здесь в сжатом виде, он основан на годах научных изучений и исследований. Эта книга предлагает возможную альтернативу достижений лучшего мира. В своих решениях мы применяли научный подход. Как любой новый метод, он требует воображения и готовности рассматривать необыкновенные идеи, чтобы оценить его по достоинству. Помните, что почти все новые идеи поднимались на смех или отвергались обществу, особенно если были представлены гениями. Так случилось с первыми учеными, которые говорили, что Земля круглая, с теми, что заявили, что она вращается вокруг Солнца, и с теми, кто думал, что люди могут научиться летать. Можно написать целую книгу, и многие так делали, о том, что люди считали невозможным, до тех пор, пока это не случилось. Представьте, например, полет к Луне. Ваш прапрадедушка посмеялся бы над этой затеей. Такие идеи были уделом писателей-фантастов. Многие великие умы были посажены под замок и даже казнены за то, что говорили, будто Земля не центр Вселенной. Те, кто боролись за социальную справедливость и перемены, терпели еще большие тяготы. Приверженцев перемены сбивали, оскорбляли, сажали в тюрьмы и жестоко убивали. Например, Ванга Римаатайи, получившая 10 декабря в 2004 году Нобелевскую премию, часто подвергалась жестоким нападениям со стороны сотрудников спецподразделений. Она активно боролась против вырубки леса в Кении. Однако активисты этого движения часто попадали под арест, а также против них применялся слезоточивый касс. Диана Фосс, натуралист, стремившийся защитить умирающих горилл от браконьеров, была найдена избитой до смерти у себя в хижине. К сожалению, она не угодила браконьерам. Бесчисленное множество томов можно написать о трудностях, перенесенных теми, кто хотел перемен, угрожающих статус-кво. Глава 2. Изменчивый мир В нашей Вселенной меняется все, от потаенных уголков космоса до движения материков. Изменения происходят в живых и неживых системах. История цивилизации – это история движения от простого к сложному. Человеческая находчивость и изобретательность это подтверждает. Никакая система не может оставаться статичной на долгое время. Большинство монархий были смещены другими формами правления и общества, основанными на воле народа, а не королей. К сожалению, изменения не всегда приводят к лучшему. И хотя мы признаем неизбежность перемен, люди принимают их весьма неохотно. В большинстве случаев перемены угрожают выгодному положению некоторых людей. И по большей части они первые, кто старается все удержать на своих местах. Это справедливо для любого общества, независимо от того, какая в нем форма власти – религиозная, военная, социалистическая, капиталистическая, коммунистическая, фашистская или родовая. Вожди будут пытаться препятствовать переменам. Иногда даже в ужасающих условиях для большинства людей сами люди могут сопротивляться переменам, поскольку уже привыкли к своему положению. Мы называем их защитниками установленного порядка вещей. Но неважно, сколько людей сопротивляется, перемены в человеческой цивилизации неизбежны. Перемены имеют место в любом социальном строе, и их присутствие – это единственное, что не меняется. Можно сказать, что вся человеческая история – это одна постоянная перемена. При каждом удобном случае заинтересованные люди, те, что больше всех выиграют от постоянства, выступают даже против технологического прогресса. Например, в начале 20 века сторонники конной кавалерии отсрочили строительство танков. Эта традиция была настолько устоявшейся, что когда Германия вторглась в Польшу в 1939 году, их танковая дивизия стояла лицом к лицу с польскими конными солдатами. Было очевидно, что у польских солдат не было ни единого шанса. Развитие военно-воздушных сил представляло угрозу танкостроению. Затем лётчики пытались противостоять производству управляемых ракет, ракетчики – лазерному оружию и так далее. Если задуматься, то почему мы до сих пор решаем те же проблемы, что и наши предки? Ведь современные научные достижения дают нам куда больше возможностей, чем было у них. Стоит иметь в виду, что мы находимся здесь такой коротенький промежуток времени, что нас можно назвать новорождёнными. Если представить время существования жизни на Земле как циферблат часов, то человек пребывает на Земле только в течение последней минуты 24-го часа. И в течение последних нескольких секунд человечество использует науку, чтобы определить наиболее эффективные пути достижения своих целей. Мы только набираем обороты. С начала 20-го века по наши дни новых знаний было получено больше, чем в течение всех предыдущих миллиардов лет. Меняется буквально всё. И если жизнь иногда ставит вас в тупик, если вы чувствуете себя на распути, если оказалось так, что всё, что вы делаете, всё равно приводит вас к одним и тем же проблемам, если вы считаете, что наши экономические, политические и общественные устои иногда создают больше сложностей, чем что-то решают, значит, вы просто играете свою роль в предсмертной агонии современного общественного устройства нашей цивилизации. Глава 3. Применяя научный метод Научные знания развивались веками. До этого люди не могли осознать свои взаимоотношения с физической Вселенной. Поэтому они строили догадки. Эти догадки были примитивными и зачастую вредоносными. Например, если при появлении приливной волны человек решил остаться на месте и молиться о спасении, вместо того, чтобы покинуть берег, это бы не помогло ему выжить. Люди верили, что эпидемия и болезни – это воздаяние рассерженного Бога. Но научный подход помог обнаружить, что многие заболевания переносятся к крысами и вшами, и вызваны они бактериями. Это не значит, что ученые отрицают веру. Это всего лишь значит, что их идеи требуют более сложных стандартов и методов исследования. Научный подход помогает избежать предубеждений и предрассудков. Научный подход требует, чтобы выводы были проверенными, а исследования помогали выяснить через эксперимент, что работает, а что нет. Ученые ставят вопрос, что мы имеем, и затем продолжают эксперименты, чтобы определить природу физической Вселенной. Процесс предполагает, что опыты перепроверяются другими учеными, которые должны получить те же результаты. Одной из главных задач науки всегда было осознание того, что мы не можем получить ответы на вопросы просто интуитивно. Для этого необходимо усердие, напряженный труд и время, чтобы отыскать решения и ответы. Часто успехом предшествует множество неудач. Язык науки Для обмена идеями и информацией люди обычно используют устную речь. Но все мы знаем, как нам иногда трудно понять друг друга. Коммуникация – это очень сложный процесс. Наш повседневный язык развивался веками культурных изменений, и, к сожалению, его трудно использовать при разрешении спорных ситуаций. В большинстве случаев из-за изменчивости окружения и жизненного опыта одно и то же слово может иметь разное значение для разных людей. Мысли могут быть интерпретированы по-разному, даже если использовать один язык. Но существует язык, который без труда понимают многие, даже в разных частях света. Этот язык имеет высокую степень соответствия с реальным физическим миром. С этим языком почти не возникает замешательств. В различных отраслях науки, таких как прикладная наука, математика, химия и других технических сферах, мы располагаем почти универсальным описательным языком, который не оставляет свободы для собственной интерпретации. А, например, если чертеж автомобиля будет предоставлен любой технологически развитой стране мира, несмотря на различия политических и религиозных взглядов, конечный продукт будет везде одинаковым. Этот язык был специально разработан как самый подходящий метод постановки задач. Он почти полностью исключает неопределенность и двусмысленность. А многие технологические прорывы нашего времени были бы невозможны без этой усовершенствованной системы коммуникаций. Без общего описательного языка мы были бы не способны бороться с заболеваниями, увеличивать урожаи, общаться на расстояниях в тысячи миль, сооружать мосты, дамбы, транспортные системы и использовать многие другие технологические чудеса кибернетического века. Применение и понимание общей семантики очень важно для продуктивного обмена информацией. Семантике можно дать несколько определений. Вкратце, это попытка усовершенствовать обмен информацией путем правильного использования языка. Например, слова араб, еврей, ирландец имеют разные оттенки значений для разных людей. Одно и то же слово может означать разные вещи в зависимости от разницы окружения и жизненного опыта. Это также применимо к словам понимания, совесть, демократия, реальность, любовь и т.д. Для построения адекватного разговора с использованием точных слов важно знать, что человек подразумевает под словами, которые говорит. Если человек хочет, чтобы его слова несли смысл для людей, то нужно разъяснять используемые термины. Семантика – один из способов повышения продуктивности общения. На эту тему есть очень хорошая книга Стюарта Чейза «Коварство слов». Можем ли мы применить научный метод к проектированию нашего общества? Открытие законов науки позволило нам ставить и искать решение к множеству задач. Если кто-то заявляет, что определенный элемент конструкции может выдержать определенное число килограмм на квадратный сантиметр, это утверждение может быть проверено и принято, либо отклонено на основе результатов тестов. Это именно те тестирования, благодаря которым мы строим мосты, здания, корабли, самолеты и другие механические чудеса. Почти все, кого вы знаете, предпочтут научный подход, когда дело коснется хирургии, перелетов или строительства таких сооружений, как небоскребы, мосты и автомобили. Спустя века мы, похоже, пришли к единогласию, что когда стоит вопрос о безопасности, мы лучше обратимся к науке, чем к магии. Почему? Наверное, потому что это работает. И все понимают, что это работает. Тогда почему мы не обращаемся к науке для построения нашего общества, наших городов, транспортной системы, сельского хозяйства, здравоохранения? Если вы полагаете, что мы уже это делаем, возгляните еще раз. Если наука нужна для того, чтобы что-то работало, то, вероятно, многое в нашей современной общественной и экономической жизни ненаучно, потому что многое не работает на достаточном уровне как для населения, так и для экосистемы. Если бы работало, то войны, нищета, голод, бездомность, загрязнение и т.д. были бы не столь актуальны сегодня. К сожалению, структура нашего общества не подразумевает всеобщего глобального планирования. Одно из условий создания нового общества таково, что новое общество должно жить согласно потенциальным возможностям планеты. Это значит, что наши ресурсы должны поддерживать жизнь повсюду на планете. Это, разумеется, потребует научных методов оценки. Если мы захотим отправить человека на Луну, мы не можем просто построить ракету и отправить его. Мы должны сначала определить, какие перегрузки способно выдержать человеческое тело. Мы испытаем его в центрифуге и узнаем, сколько же он перенесет. Ему придется пройти множество тестов. К примеру, мы выясним, как функционирует тело в условиях невесомости и как это отражается на здоровье. Нам также необходима информация об условиях выживания на Луне. Например, есть ли там вода, воздух, приемлемая температура и т.д. Также мы должны посмотреть и на нашу планету и задаться вопросом, что мы имеем. Пора уже применить этот разумный подход к планированию. Использовать все существующие науки для сохранения планеты. То, как мы пренебрегаем научным методом к нашей жизни на Земле, легко объясняет то количество бессмысленных страданий в современном мире. Как мы до такого дошли? Глава 4. Мифы бытия. Природа человека. В повседневной жизни мы наблюдаем взаимосвязи между реальными событиями вокруг нас. Но часто мы забываем о тех же самых взаимосвязях, которые мы видим в физическом мире, когда речь идет о человеческой психике. Если бы мы изучали поведение людей так же, как изучаем природное явление, мы бы лучше понимали физические законы, влияющие на формирование наших ценностей и поведения. В естественных науках законы природы существуют благодаря большому количеству разных сил. Например, растение не вырастает, если на него не воздействуют питательные вещества, гравитация, вода, солнце и многое другое. Парусник не поплывет сам по себе. Ему позволяет двигаться ветер и много других переменчивых факторов. Нет четкой предопределенной человеческой природы. Мы не рождаемся с предосуждением, нетерпимостью или злобой. Они развиваются из нашего жизненного опыта. Нам не следует вступать в бессмысленные дискуссии о врожденной порочности человеческой натуры, а стоит исследовать поведение людей, изменявшееся в течение всей истории человечества, иначе мы бы до сих пор жили в пещерах. Поведение также подвержено внешним воздействием, как и все остальное в физической Вселенной. В наши дни наука поведения человека не сильно зашла вперед, поскольку в основном она акцентируется на человеке и в недостаточной степени на внешних условиях, которые создают Личность. Вы не сможете выделить факторы, отвечающие за поведение, только изучая Личность. Напротив, мы должны изучать культуру, в которой воспитывался человек. Разница между коренным американцем, вором и банкиром не заключена в их генах, а наоборот является отражением среды, в которой они выросли. Китайский ребенок не научится говорить на китайском сколь-нибудь быстрее, чем американский ребенок выучит английский. Если в достаточной мере изучить воздействие общества на человека, то можно с уверенностью говорить об окружении, из которого вышел человек. Степень влияния общественной среды наблюдается в языке, мимике и движениях. Поведение людей закономерно и складывается из множества взаимодействующих переменчивых факторов в окружающем мире. Социальная среда включает в себя семью, в которой человек вырос, заботу родителей или ее отсутствие, финансовое благополучие, информационную среду, ТВ, книги, радио, интернет, образование, ортодоксальные религиозные взгляды, круг общения индивида, а также множество других факторов. В целом общественные ценности зависят от существующей социальной системы и субкультур внутри нее. К сожалению или к счастью, социальная система имеет тенденцию вековечивать себя со всеми своими достоинствами и недостатками. Понимаем мы это или нет, большинством людей манипулируют средства массовой информации и государственные учреждения, которые формируют повестку дня. А это, в свою очередь, формирует наше поведение, надежды и ценности. Наши представления о том, что правильно, а что нет, наше видение морали, это тоже части нашего культурного наследия и опыта. Этот способ контроля не требует применения физической силы, и он настолько удачен, что мало кто замечает или чувствует манипуляции. Многие думают, что алчность – это часть человеческой натуры. Из-за того, что люди веками жили в угнетении и под угрозой угнетения, развились такие черты личности, как алчность и восхищение теми, кто накопил состояние преступным путем, расточительство и т.д. Эти черты сопровождали нас стареетиями, и многие из нас думали, что это просто человеческая природа и что это нельзя изменить. Но посмотрите на этот пример. Если с неба неделю будет сыпаться золотой дождь, то угнетенные люди ринутся на улицу, чтобы наполнить свои дома золотом. Если дождь и золото будет продолжаться годами, они будут выметать золото из своих домов и выбросить свои золотые кольца. В мире из-за билия и душевного спокойствия многие отрицательные качества личности больше не будут доминировать. Люди, выросшие в условиях капитализма, где определяющий фактор – прибыль, скорее позаботятся о своих делах, чем будут озадачиваться благополучием граждан своей страны и рабочих. Природа наших общественных учреждений определила такое поведение. К примеру, если компания среднего размера обеспокоится благополучием своих сотрудников и обеспечит им здравоохранение, детские игровые площадки, повысит заработные платы, то она не привлечет таких инвестиций, как точно такая же компания, которая уделяет внимание рекламе и новому оборудованию. Чем больше гуманности в политике компании, тем меньше времени она продержится. Повадки хищника должны одержать верх, чтобы компания выжила в мире бизнеса. Это не человеческая природа, это культурное явление. Среди серьезным недостатком еды люди сами становятся едой. Такое поведение вызвано недостатком пищи. А на острове в южной части Тихого океана с маленьким у населениям обилием еды поведение людей весьма отличается. Когда они ловят рыбу, они делятся друг с другом. Есть множество примеров, иллюстрирующих, как среда диктует характер и ценности. Во враждебном окружении слабые люди будут разрабатывать оружие. После Второй мировой войны даже самые респектабельные немецкие семьи бились за объедки в мусорных баках, чтобы выжить. В обществе, где постоянный дефицит, явление обыденное, великодушие – явление редкое. Если девушка очень привлекательна по общепринятым стандартам, то она будет пользоваться повышенным вниманием со стороны мужчин. Напротив, если девушка не очень красива, она будет развивать иные качества, чтобы соответствовать уровню и не выйти из борьбы. Люди с недостаточным знанием физического мира верят в богов и демонов как покровителей этого мира. Было время, когда люди огромной физической силы пользовались уважением, стояли на особым счету в армиях. Наступление эпохи оружия уравняло боевые способности всех. Воины существовали с тех пор, как на Земле появились люди, и многие считают это человеческой природой. Именно дефицит ресурсов всегда был причиной территориальных конфликтов. Многие люди в наши дни считают генофонд причиной ненормального поведения, но основное влияние все же оказывает среда. Одна лишь генетика полностью не объясняет и не освещает человеческое поведение. Исследование поведения связано одновременно с генами, окружающей средой, пищей, кров, семейное положение, образование, религия, личный опыт, с теми идеями и решениями, которые принимают люди относительно мира и их место в нем. То, что сегодня принято за нормальное поведение, завтра может обернуться сумасшествием. Остается один вопрос. Как много в нашей системе ценностей создано попытками общества сохранить строй и привычные нормы? Это не человеческая природа, это человеческое поведение, над которым мы должны задуматься. Его легко можно изменить с помощью качественного образования и планирования среды обитания с учетом потенциальных способностей планеты. Обрести высокие ценности, идеалы и поведение невозможно до тех пор, пока существует голод, безработица, решения, войны и бедность. Буква закона Некоторые думают, что нам нужны правильные законы, и тогда якобы мы сможем покончить с нашими проблемами. Но не слишком ли много законов у нас уже есть? Мы написали многие тысячи законов, но тем не менее они постоянно нарушаются. К примеру, существуют тысячи законов о воровстве. Но если изучить все это более досконально и посмотреть на результаты, можно обнаружить, что очень малое количество людей владеет большей частью ресурсов планеты. Многие люди настолько бедны, что не могут себе позволить даже самое необходимое. Как можно думать, что в такой ситуации закон остановит воровство? Это становится еще сложнее, когда реклама делает товары такими притягательными. Почти бессознательно люди в США просматривают рекламу более чем в 2500 раз в день. Даже договор о мире не способен остановить войну, если не пытаться преодолеть разногласия. Пакты о международном сотрудничестве не устраняют те причины, по которым нам нужны эти законы. Они только удерживают все на своих местах. Несмотря на договоры, страны, захватившие земли по всему миру с помощью силы и жестокости, до сих пор удерживают свои позиции, территории и ресурсы. Договор всего лишь заплатка, скрывающая проблему. И обычно он годится только для того, чтобы отложить конфликт на некоторое время. Казалось бы, то, что действительно необходимо, новые люди у власти, хорошие люди, озабоченные проблемами других. Возможно, они победят коррупцию и будут работать для достижения благополучия всех. Но пока ресурсы используются лишь на благо избранных, до тех пор, пока есть обездоленные, даже если люди с высокими моральными качествами будут избраны на высокие должности, все равно не исчезнет ложь, мошенничество, воровство и коррупция. Дело не в хороших людях, а в хорошем способе грамотно использовать планетарные ресурсы на благо каждого. В нынешней системе это невозможно. Из-за чего возникают проблемы? Но проблема заключается не в принятии новых законов и не в избрании нужных людей в правительство. Мы должны взглянуть, как сейчас мы приобретаем и используем товары, в которых нуждаемся. Этот процесс начинается с зарабатывания нужной суммы денег через систему трудоустройства. Полученные деньги мы либо вкладываем в финансовую систему с надеждой на большую прибыль, и или просто тратим на товары услуги. Может, это и было хорошим способом в прошлом, когда товаров не хватало и технологии были на начальной стадии развития. Но сегодня наши передовые технологии могли бы быть инструментом для совершенно другого порядка действий. С научной точки зрения, на Земле есть все условия для создания изобилия продуктов и более чем достаточно полезных ископаемых, чтобы утолить потребности всех людей, если правильно ими распоряжаться. Ресурсов хватит, чтобы у каждого человека был очень высокий уровень жизни. Необходимо разумно использовать технологии, сырье и технический потенциал. Когда мы говорим о технологиях, мы подразумеваем технологии, не приносящие вред людям, окружающей среде и не расходующие в пустую время и энергию. Вдумайтесь, когда наступает кризис и людям не хватает денег на покупку вещей, разве Земля становится каким-то другим местом? Разве куда-то исчезает товар из прилавков магазинов и почва, чтобы выращивать зерновые? Это просто правила игры, которым мы следуем и которые причиняют так много страданий. Существование денег вряд ли когда-либо изучалось и исследовалось. Но давайте взглянем на то, как мы используем деньги. Сами деньги не имеют никакой ценности. Это всего лишь картинка на дешевых листочках бумаги и договоренность среди людей о том, что можно на них купить. Если завтра пойдет дождь из стодолларовых чеков, все будут счастливы, кроме банкиров. У этого старого метода получения продуктов и услуг существует и множество недостатков. Мы рассмотрим всего несколько из них, чтобы вы сами могли дополнить список. Деньги – это просто препятствие между тем, что человеку нужно, и тем, что он может получить. Людям нужны не деньги, им нужен доступ к ресурсам. Использование денег приводит к социальному расслоению и элитаризму, основанному главным образом на экономическом неравенстве. Люди не равны, если у них неравная покупательская способность. Многие люди – заложники своей нелюбимой работы, потому что им нужны деньги. Растущая коррупция, алчность, преступность, воровство и многое другое – все это результат потребности в деньгах. Многие законы приняты с подачи корпораций, которые имеют достаточно средств, чтобы воздействовать на членов парламента, давать взятки и склонять представителей правительства к принятию законов, поддерживающих их собственные интересы. Те, кто контролирует покупательскую способность, обладают величайшей властью. Деньги созданы, чтобы контролировать поведение тех, чья покупательская способность ограничена. Некоторые товары, например, продовольственные, иногда уничтожаются, чтобы цена на них поднялась. Когда продукты в дефиците, цены взлетают. Тратится огромное количество материалов и усилий для добычи вполне доступных ресурсов с поверхности планеты. В планы каждый год вносятся все новые и новые бессмысленные коррективы, чтобы обеспечить рынок для производителей. Невероятным образом ухудшилась экология из-за дороговизны качественных методов захоронения отходов. Землю растаскивают по кускам ради выгоды. Преимущество технологии доступно лишь тем, кто имеет высокую покупательскую способность. Суть в том, что если для корпорации определяющий фактор прибыль, решения любого рода принимаются не в пользу людей и окружающей среды, а для приобретения состояния частной собственности и власти. Следующие стадии социального развития. Что у нас у всех общего? Какими должны быть наши приоритеты? Несмотря на политические убеждения, вероисповедания и общественные традиции, все страны и народы зависят от природных ресурсов. Для создания и поддержания высокого уровня жизни всем нам необходимы чистый воздух и вода, пахотные земли, современные технологии, хорошо обученный персонал. Нам уже давно пора пересмотреть то, как функционирует наше общество. Очевидно, что каждый человек на Земле лишь выиграет от того, что мы станем заботиться об окружающей среде и будем использовать самые последние научные достижения на всеобщие блага. Нам не хватит всей денежной массы в обороте, чтобы профинансировать подобный проект. Зато ресурсов на Земле мы имеем более чем достаточно. Подведем итог. Наша планета богата ресурсами, но при этом мы распределяем их с помощью денег. Это давно устаревший метод, и он причиняет много страданий. Нам нужны не деньги, а разумный подход к распределению планетарных ресурсов на пользу каждого. Мы могли бы достичь этого, если бы начали использовать экономику, основанную на ресурсах. Ресурсоориентированная экономика. Эта идея существенно отличается от всего, что существует на сегодняшний день. В двух словах, экономика, основанная на ресурсах, использует ресурсы вместо денег. И люди имеют доступ ко всему, что им необходимо, без использования денег, кредитов, бартерных отношений или любой другой формы долговой зависимости. Все мировые ресурсы считаются общими для всех людей Земли. Настоящее богатство нации заключено не в деньгах, а в природных ресурсах и тех людях, которые трудятся на устранение дефицита с целью построить более куманное общество. Если для вас все это еще остается неясным, подумайте над следующим. Если группа людей попадет на остров с деньгами, золотом, бриллиантами, но у них не будет пригодной для возделывания земли, рыбы и чистой воды, то их богатство не поможет им выжить. Что если все деньги в мире вдруг неожиданно исчезнут? Пока существуют фабрики, поля и сырье, мы можем построить все, что захотим, построить и удовлетворить все наши физические потребности. Самое главное, что люди не нуждаются в деньгах. Люди нуждаются в доступе к продуктам и услугам, необходимым им для полноценной жизни. Ресурсы должны быть использованы для улучшения жизни всего населения планеты. В экономике, основанной на ресурсах, мы легко можем производить все необходимое и обеспечить очень высокий уровень жизни для каждого. чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости! А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok